ТСН продолжает цикл материалов о победителях конкурса «Тюменская марка». Один из них – завод по производству полимерно-композитных изделий. Предприятие производит тротуарную плитку и бордюры. Они легкие, но при этом удивительно прочные. С производством познакомилась Екатерина Кальченко. Этот аппарат на заводе – один из главных. Перерабатывает пленку, которая после и станет основным компонентом будущей плитки. Причем обязательно использует только вторсырье. Мы используем только чисто качественное сырье. Пусть это и вторичное сырье, но не используемое сырье, где различные примеси, химикаты и так далее. У нас очень строгий отбор. И очень грамотно мы относимся к именно процентовке данного сырья. Создавать тротуарную плитку, бордюры – детали для системы водоотведения. Декоративные элементы из нового продукта – веяние времени. В составе с песком пленка становится долговечным материалом. Отличительная особенность этой плитки – легкость. Я могу смело ее поднять. Ну и вторая характеристика – это прочность. Погрузчик весом в 4,5 тонны она выдерживает хорошо. За сутки на заводе перерабатывают 3 тонны отходов. И объемы будут только расти. Не за горами строительный сезон. Много работы хватает. Сезон, конечно, везде все ремонтируют. Плитку на дачу хожу. Взянуты. Сейчас с неокомпозитом сотрудничают 60 дилеров. Основные заказчики – север региона и Казахстан. Но на предприятии готовы увеличивать мощность. А значит, и готовы покорять новые вершины. Сотрудники технопарка и комиссия экспертная увидели в этом большой потенциал. И с нашим Тюменским индустриальным университетом мы подписали соглашение. И теперь мы более уже плотно в команде изучаем данный состав нашего материала. И также у нас есть в планах на разработку автоматизированной линии. Еще не менее важные цели предприятия – наладить сотрудничество с Тюменским мусоросортировочным заводом. При таком взаимодействии объем готового товара вырастет в разы. Екатерина Кальченко, Антон Пригорницкий. Тюменское время.